Здравствуйте дорогие друзья! А вы тоже слышали, что в правилах дорожного движения в Европе есть немало отличий, за которые можно получить немаленький штраф? Да, друзья, это так. Хоть и правила дорожного движения в Европе очень похожи на наши, но важных отличий немало. И если быть аккуратным, то серьезной опасности их незнание не несет. Но штраф все-таки заработать можно. И в этом видео я поделюсь с вами такой информацией, какие основные отличия в правилах дорожного движения существуют в Европе, чтобы у вас не случилось каких-то неприятных ситуаций на дороге. Если вам интересна данная тематика, то саживайтесь поудобнее. Поехали! Друзья, переводите деньги через TransferGo, потому что это надежно, быстро и пользуясь сам. Ссылка на бесплатный перевод в описании под видео. Как вы знаете или не знаете, но в 1968 году была подписана Венская конвенция, которая согласовывает и стандартизирует правила дорожного движения, чтобы не было большой путаницы для автолюбителей и водителей из разных стран. Но даже существование данной конвенции не мешает существованию почти в каждой стране некоторых отдельных законодательных нюансов в правилах дорожного движения. Именно о них мы сегодня с вами и поговорим. Первое. Это скорость. Ограничение скорости в Европе чаще всего такое. Городской лимит это 50 км в час, загородный 80 км в час и реже бывает 90 км в час. На многополосных загородных автотрассах скорость для легковых автомобилей ограничена 100-130 км в час. А вот некоторые факты. В некоторых странах, например, Британия или Франция, допустимая скорость на автомагистрали снижается при плохих погодных условиях или с наступлением зимы. Это в Эстонии. В Польше скорость за городом зависит от количества полос на дороге. А допустимая скорость в городе в ночное время выше 60 км в час, чем днем 50 км в час. Кроме того, в европейских городах часто встречаются жилые зоны с ограничением скорости до 30 км в час. А то бывает и 20 км в час. Причем напрямую лимит скорости на таких знаках может не указываться. Поэтому эту цифру нужно выяснять заранее. Также в наших странах есть так называемые ненаказуемые превышения скорости, то есть плюс 20 км в час. В европейских же странах это отсутствует. Или лимиты установлены, которые не превышают 3-10 км в час. Поэтому так важно предметно изучать ПДД именно тех стран, по которым вы собираетесь путешествовать. Также на некоторых дорогах могут быть установлены автоматические радары, которые не передают данные полиции, а просто отображают вашу скорость на большом табло. Так сказать для самоконтроля. Зато вам необходимо запомнить, что радары-детекторы в автомобилях в Европе часто запрещены. И даже за наличие такого прибора в бардачке автомобиля могут оштрафовать на заметную сумму до 1500 и 2000 евро. Штрафы за нарушение скоростного режима это одни из самых высоких штрафов в Европе. А за значительное превышение скорости, то просто могут даже отобрать права. Например, в Бельгии для того, чтобы у вас забрали права, достаточно превысить скорость на 20 км в час. Во Франции на 40 км в час. В Голландии на 50 км в час. В Италии на 60 км в час. Приоритет на разъезде. В Европе порядком разъезда на перекрестке могут руководить не только знаки, но и исключительно разметка. Например, надписи «Стоп» и линии на асфальте будет достаточно, чтобы заставить вас пропустить движущийся по пересекаемой дороге транспорт. Круговое движение. Это одна из самых излюбленных схем развязок в европейской глубинке. И к нюансам круговых разъездов в каждой стране нужно привыкать. При круговом движении обычно главная дорога у тех, кто едет по кольцу. Хотя дорожные знаки могут предписывать и иной алгоритм разъезда. Также в некоторых странах, например во Франции, есть такое понятие – уязвимый участок движения. Это велосипедисты и мотоциклисты, которых рекомендуется пропускать, даже если по другим признакам они не имеют приоритета. И почти во всей Европе можно совершать поворот направо при красном горящем сигнале светофора. Естественно, если вы не мешаете другим участникам дорожного движения. Парковка. Ограничение скорости в Европе – это еще не самая большая проблема для автопутешественника. Парковка. Вот настоящая головная боль для тех, кто решил своим ходом побывать в старых городах Европы. Тема эта настолько емкая, что достойна отдельной статьи. Коротко скажу, что стоянка машины в центре европейских городов всегда будет платной. И чтобы парковаться без напряжения, нужно заранее разобраться со схемой оплаты и зачастую даже обзавестись диском часами. Вам также нужно заранее изучить, не ограничено ли в данном городе время стоянки автомобиля с работающим двигателем. Потому что, например, в Дании или Финляндии это всего 2-3 минуты разрешено стояние с работающим двигателем. И также имейте в виду, что стоянки в Европе бывают нескольких типов – платные, бесплатные, льготные, дневные и тому подобное. И правильное владение информацией о них поможет сэкономить немалую сумму денег. Комплектация автомобиля. Пресловутые аптечки и огнетушители, за отсутствие которых можно штрафовать водителя, изобрели отнюдь не советские гаишники. Практически во всех странах Европы имеется перечень аксессуаров, которые должны быть в автомобиле. Чаще всего это яркие светоотражающие жилетки, запасные лампочки, треугольный знак аварийной остановки и аптечка. Иногда, например, в Испании особо оговаривается наличие запасного колеса и инструмента для его замены, а также огнетушителя. Также европейские правила дорожного движения обязывают водителей иметь в машине светоотражающие жилеты. Их следует надевать каждый раз, когда выходишь из авто на трассе, либо находишься на обочине или проезжей части. За невыполнение этого правила грозит штраф, сумма которого варьируется в зависимости от государства. Цвет жилета в разных странах может отличаться. Единственное условие, чтобы он был ярким и имел светоотражающие полосы. Привычку сигналить неторопливому или зазевавшемуся на светофоре водителю придется оставить на родине, так как применять такого рода способ для привлечения внимания или выражения недовольства чревато наказанием. Исключением, конечно, являются экстренные ситуации. Разговоры по телефону. Такое удовольствие, как беседа по мобильному телефону во время езды, строго карается европейским законодательством. Для совершения звонков в дороге вам понадобится устройство hands-free или громкая связь. Также общеевропейский телефонный номер для чрезвычайных ситуаций это 112. Пешеходы и пассажиры. Во Франции, Германии и Австрии и некоторых других странах пешехода следует пропустить на переходе еще до того, как он вступил на зебру. Останавливаться надо даже в том случае, если человек только подошел к переходу. И также во всех европейских странах водитель и пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Ну что же, друзья, в данном видео я поделился с вами основными отличиями правил дорожного движения, которые есть в Европе. Чтобы вы были информированы и не попали в какую-то каверзную ситуацию. Ну что же, друзья, а кому понравилось это видео, обязательно ставьте лайки. И, как всегда, внизу в описании под видео вы найдете много интересных ссылок, которые могут быть вам полезными. Ну что же, друзья, на этом у меня все. До встречи на следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok